КБГУ 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 Казалось, уже успела Искра расставиться, вернуться, накрыть все, что можно было накрыть в этой ситуации, но нет. Просто точнейший удар получается у игрока к БГУ и все. Искра уже находится в положении отыгрывающегося. И это происходит с ними третий раз в этом сезоне. Состоялся финал зимнего кубка прохладного по футболу 8 на 8 и его команда «Малка» уступила «Локомотиву» в дерби 2-0. Ну и здесь пенальти, нет? Не пенальти. Желтая за симуляцию Тимиру Карданову. Тимир-то в симуляциях ранее замечен особо-то не был. У нас очень профессиональный арбитр судит. Не доверять его мнению нет никаких оснований тоже. Пока в игровом плане подвижек в лучшую сторону не наблюдается. Но может быть нужен один точный удар и все пойдет. И вот сейчас нет офсайда Саилов. Ой-ой-ой. Этибар Саилов был просто на убойной позиции. Да и удар, казалось, у него мог получиться в верхний угол как нужно. Но в итоге мяч в ворота перелетел. Хамадханов. Перевод. Кунижев разворачивается. И бьет. Бьет неплохо. Но как-то неожиданно. Такие проблемы начались у Искры. Казалось, все довольно-таки здорово идет. И основного конкурента обыграли. И в следующих играх показали очень серьезное свое превосходство перед соперниками. Ну вот матч с Сансаром, такое ощущение, выбил из колеи. Прострел. Дойдет до кого. Мяч надо забивать такое. Рукой сыграл как раз Тамерлан Гучинов. И это желтое. Это не Гучинов был? Это другой игрок. Да, мне показалось, что это Гучинов. И все-таки пенальти. Хасан Псуков у мяча. Будет сейчас у него дуэль с голкипером команды Аграрного университета. Псуков разбег. Удар, гол, уверенно. 1-1. Искра счет сравнивает. 50-й гол забивает Искра в сезоне. Это пока не повод для бурной радости. Естественно, все игроки в команде это понимают. Пока что сделано только лишь полдела. Счет сравняли. Это точно не устраивает Алтуцев. Для них существует сегодня только один результат. Это победа. Собственно, как и для их соперников. Руслан Касаев сожалеет, что его не было на поле. Иначе бы 50-й гол забил именно он с пенальти. Но еще его время, я думаю, придет. А здесь хороший обыгрыш. Китбиев! Гоу-гоу-гоу! Алим Китбиев 2-1. Как же он разобрался. Как же он все сделал в этой ситуации. Просто красавец. По-другому не скажешь. Ну что ж, я говорил. Искре такое ощущение. Просто нужно забить гол. И именно это и произошло. Искра забила гол. И сразу же следом зашел и второй. Уже счет 2-1. Вот как все быстро меняется. 14-й персональный мяч Алима Китбиева в этом сезоне. Саилов мяч потерял. И здесь в контратаку убегает. Причем в перспективную команда Аграрного университета. Что будет делать нападающий? Бьет! И Александр Федоренко вытянул ногу и спас ворота. Никак не могут от мяча избавиться. И вот только сейчас. И Налтанашев сигнализирует об окончании первого тайма. И надо сказать, что КБГУ показывает довольно неплохую игру. Ну а Искра по ходу матча начинает возвращать себе свое лицо. Свисток дает Налтанашев. И второй тайм начался. Кунижев обходит одного игрока. Чуть далековато мяч отпустил. Из-за этого мог его потерять. А дальше были нарушены правила. И судя по всему готов предъявить предупреждение. Астемир Каширгов. Он тоже представляет Аграрный университет. Ну и посмотрим, как этим стандартом распорядятся. Игроки Искры. Ух ты! Мяч оказался в руках у голкипера. Откликнулся на эту подачу. Азрет Иванов. Подача. Удар головой не точно. Замерло сердце у Ислама Гучева. Он был готов, что вот оно случилось. Но нет. Китбиев во втором тайме вообще как-то незаметен Алим. Но может быть это и к лучшему. Потому что ему многого и не надо. Китбиев. Прострел. Ой-ой-ой-ой. Сейчас Азрет Иванов был прям близок к тому, чтобы сделать счет более приемлемым, более приятным для своей команды. Слушай, в игре назревают какие-то важные события. Шамахов. Удар низом не точно. Китбиев. Вот это здорово. Он разобрался здесь. Продвигается к штрафной. И заброс. Нету фола. Есть фол. Заур Кунижев. Приблизительно с этой точки в этом сезоне он уже забивал. Удар. Рикошет. Мяч отскакивает. И гол. Нет офсайда. И Тибар Саилов делает счет 3-1. После того, как голкипер этот мяч отбил. Ну и Заур Кунижев создал практически эту голевую ситуацию. Сначала Алим Китбиев тем, что заработал штрафной. А потом и Заур Кунижев, который очень удачно его исполнил. Подача. Скидка. Удар. И гол. И забивает его кто? Азрет Иванов. Правильно? Да. Азрет Иванов. Поздравляем мы тебя с рождением сына. Поздравляешь ты себя сам этим замечательным забитым мячом. И это не просто гол для Искры. Это гол забитый после розыгрыша углового. Ну совсем с углового, да. Ну это был розыгрыш углового. Не так, как я хочу. 4-1 счет становится. И Кунижев. Удар попадает в стенку. Дальше Шамахов на фланг. Кумыков. Подача на дальнюю штангу. Удар головой. Нет. Гола. Акрамант Хаматханов. Что за связка, да? Ислам Кумыков. Акрамант Хаматханов. Со времен Акбаша мы все помним эту связочку. Раз за разом обворовывает он игроков. КБГАУ. Китбиев. Пас на Саилова. Саилов. Китбиев. Где мяч? Нет. Ворота он не попадает. Кулеш. Здесь Кунижев. Китбиев. Удар. Нет. Гола. Добивание. Гол. Оффсайд. Да нет. И Тибар Саилов. Дубль. 5-1. И финальный свисток. Не в первый раз в этом сезоне у Искры именно так происходит. С последним забитым мячом свисток арбитра завершает встречу. Поздравляем Алтуцев с тем, что команда вновь обрела себя. Обрела собственную игру. Во втором тайме это было видно. А Искра заслуженно побеждает. Делает это красиво. И вновь возвращает себе статус главного фаворита турнира. Всем здоровья, мирного неба над головой. И увидимся на футболе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok